В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. В конце нашей информационной программы ко мне присоединится глава города. Вы можете задать свой вопрос Сергею Сахарову, позвонив в прямой эфир по телефону 36 66 66. А пока к главным событиям сегодняшнего дня. Дворовая автострада. Жители сразу нескольких домов по улице Устинолаби оказались заложниками строительства Лыбецкой магистрали. Когда проезжую часть закрыли водители, недолго думая, поехали в объезд через дворы, где находятся и детский сад, и игровые площадки. Теперь угодить под колеса машин можно легко. Гуляя в собственном дворе, как быть собственником квартир, разберемся прямо сейчас. Уступи дорогу. Это далеко не знак для автолюбителей, а сигнал для пешеходов. Он на узенькой дорожке едва ли разойдется с автомобилем. Уже две недели дворы нескольких домов по улице Устинолаби напоминают проезжую часть. И добром это вряд ли кончится. Я мама двух детей, и старший ребенок, его, конечно, не удержишь. Она бегает бесконечно. Машины снуют от маленьких до больших. Ну, это просто очень опасно для всех. И для взрослых, и для маленьких, и для пожилых. Вчера девушка, вот, мы гуляли как раз с маленьким. Выбежал у нее ребенок. Чуть-чуть, вот, прям, вот, буквально осталось, там, я не знаю, вот, наверное, вот такое расстояние. Чуть-чуть его не сшибло. Он даже не вышел из машины, ничего, остановился и поехал дальше. Причина того, что водители ездят по дворам, как хотят, строительство Лыбецкой магистрали по соседству. Из-за него закрыли проезжую часть на улице Устинолаби. От пересечения Слуначарского до площади Фрунзе. В администрации, ну, в курсе уже, вот, написали, звонили, да, и Сахарову в электронном виде отослали все. Но это 30 дней. Ответ, да. То есть эта ситуация растянется. Срок окончания работ на этом участке 9 сентября. Но смириться и оставить все как есть жильцы не намерены. Они уже попытались воевать с водителями самостоятельно. Блоками жильцы закрыли часть выезда со второго дома, но это хватило буквально на две минуты. То есть блоки сдвинули и проезжая часть открыта. Мы решили проверить, насколько эффективно препятствие на пути водителей, желающих проехать по чужому двору. Автомобильная покрышка сдержала только одного автолюбителя. Другие стали скандалить и требовать убрать препятствия. Сейчас есть невозможное. Если ехать по Мира, там очень большие пробки. Пробки создаются от бассейна, даже больше, даже люди стоят, чтобы повернуть по 40 минут, чтобы повернуть. Вот, например, мне сейчас нужно проехать на вокзал. Ставить шлагбаум при въезде во двор жителям накладно. К тому же, с лета прошлого года делать это запрещено. Даже несмотря на то, что дворовая территория по закону принадлежит собственникам. Согласно постановлению Совета народных депутатов, владельцы автодороги при дворовой территории не могут устанавливать шлагбаумы. Шлагбаумы могут быть установлены только на железнодорожных переездах, платных автостоянках, контрольно-пропускных пунктах. Но в данном случае не отменяется применение других ограничений. Под другими ограничениями подразумеваются вкопанные в землю столбы или бетонные блоки. Как раз такой блок существенно облегчил жизнь собственникам 67-го дома по улице 1-я Пионерская. Из-за бетонного препятствия посреди двора проезд перестал быть сквозным. В то же время он не мешает подъехать к дому спецтехники, да и автовладельцы, живущие в доме, без проблем паркуются в своем дворе. По всей видимости, также следует поступить и жильцам домов по улице Устина-Лаби. В администрации города обещали помочь людям с установкой бетонного блока. Алексей Дудин, Артем Горчаков, 6 канал. Жители улицы Ростопчина уже много лет ждут исполнения обещаний. Дорога между первым и третьим домами когда-то была асфальтовой, а сейчас там глубокие ямы. И пешеходы, и автолюбители с трудом могут по ней передвигаться. Сколько еще ждать ремонта, выясняла Ольга Федина. Когда-то дорога между домами 1 и 3 по улице Ростопчина была из асфальта. Теперь же от него не осталось и следа. Жители ближайших домов много раз обращались со своей проблемой к властям, но в ответ получали лишь пустые обещания. 12 лет она находится в таком состоянии, абсолютно разбитом. На все, как говорится, просьбы жителей домов. В лучшем случае засыпали ее большие ямы, самые большие ямы, засыпали асфальтной крошкой перемешку с грязью. Даже скорая помощь к нашему дому не соглашается приезжать. Говорит, к вашему дому ни весной, ни осенью невозможно проехать. У нас такая дорога требует уже давно на такого ремонта капитального, но никто не обращает никакого внимания на это. По словам жителей, дорогу разбили большегрузными машинами при строительстве двух объектов. Гостиница «Князь Владимир» из жилого дома 1Г по улице Ростопчина. Руководство гостиницы, кстати, обещало, что после сдачи объекта дорогу обязательно отремонтируют. Но теперь такое ощущение, что перекладывает ответственность на строителей дома. Эту дорогу использовали для строительства немножко другого объекта. Это объект, это многоэтажный дом по улице Ростопчина 1Г. Он как раз задействовал вот эту дорогу для привоза плит, песка, всякого другого строительного материала. Что касается обещаний помочь, Олег Кашицыных давал, когда был депутатом горсовета в этом округе. И по всей видимости рассчитывал привлечь на ремонт дороги средства из бюджета. Но не вышло. Чтобы узнать, когда же все-таки дорогу отремонтируют, мы обратились в городскую администрацию. У нас сформирован перечень ремонта дорог, которые нуждаются в первоочередных работах. Вот этого небольшого участка на улице Ростопчина между первым и третьим домами там нет. Но это вовсе не значит, что вот сейчас мы расписываемся в собственном биселе. Нет, конечно. По возможности, как только появятся дополнительные источники финансирования, бюджетные, внебюджетные, мы к этой теме обязательно вернемся. Ну а пока эти дополнительные источники не появились, в администрации города жителям советуют напомнить о проблеме депутату своего округа. Тогда, возможно, дорога попадет в заветный список ремонта в следующем году. Ольга Федина, Артем Горчаков, 6 канал. Наркоторговцы предстанут перед судом. Речь идет о преступном сообществе, которое распространяло карфентанил и героин оптом. Два цыганских клана занимались преступной деятельностью в Ивановской и Владимирской областях. Лидерами сообществ выступали главы семейств цыганки 57-го и 60-го годов рождения. Участники группы им беспрекословно подчинялись. Для конспирации все переговоры велись на цыганском языке. Одна семья оптом поставляла наркотики, другая расфасовывала их для розничных закладок. При этом участники сообщества зачастую продавали под видом героина карфентанил. То есть, по сути, обманывали клиентов. По внешним признакам они никак не отличаются, но по воздействию на организм человека карфентанил в разы сильнее героина. Поэтому обычно с этим наркотиком связано огромное количество свертей от предозировок. Потому что наркопотребители, приобретая карфентанил и думая, что это героин, соблюдали дозировку героиновую, но получали сильнейший химический удар в организм. Чтобы задержать преступное сообщество, операцию пришлось одновременно вести в Ковровском и Камешковском районе, а также на территории Ивановской области. У подозреваемых изъяли больше двух килограммов героина и карфентанила. Участникам сообщества грозит до 20 лет лишения свободы. Многие из них уже были судимы за аналогичные преступления. Сейчас на подозреваемых собрано 87 томов доказательной базы. Также следствие выявило факты отмывания денежных средств участниками группы на сумму более 4,5 миллионов рублей. Данные деньги отмывались путем купли-продажи как земельных участков, так и недвижимого имущества, которые вы видели на видео. И вот по убранству одного из-за спутников вы можете понять об объемах и потоках денежных средств, которые крутились в обороте у членов данного преступного сообщества. Сдержались за что вас? Я сам не знаю. Сами не знаете? Вам объяснили за что? Наркотики продаете? Я опасу Богу. Да что вы? Да. Что, просто так и сдержали? Сами не знаю. Сами не знаете? Мне сказали, что я в подозревших. А теперь коротко о других новостях. Владимирская область в 20 регионах с наибольшей задолженностью за газ. Большая часть долга 1,6 миллиарда рублей приходится на теплоснабжающие организации. Как отмечают газовики, этим предприятиям, как правило, не оказывается финансовая поддержка со стороны учредителей, органов местного самоуправления. А ведь именно от платежной дисциплины зависит инвестиционная привлекательность региона. «Газпром» планирует в этом году начать в нашей области строительство трех межпоселковых газопроводов, проектирует еще 9. На газификацию области компания планирует выделить 5 миллионов рублей. 11 призывников привлечены к уголовной ответственности в первом полугодии. Особенно не дают спуска уклонистам город Муром. Из этих 11 там осуждены уже шестеро. Они получили штраф от 15 до 80 тысяч рублей и все равно пойдут в армию. Дела еще на двоих готовы к передаче в суд. Следком советуют не бегать от военкоматчиков. Если призывник считает, что имеет право не служить, он должен принести справки. В Коврове один парень доказал, что военкоматчики не правы. Парень жаловался на боли в сердце, но комиссия признала его годным к службе. При этом не выдала письменное решение. Молодой человек обжаловал действия военкоматчиков и в армию не пошел. Купание в водоеме Семязино может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Роспотребнадзор взял повторные пробы. Вода в Семязино не соответствует требованиям Санпина. Главный санитарный врач области своим постановлением запретил там купаться. Таким образом, официальных мест купания во Владимире осталось три. Река Клязьма, озеро Глубокое и водоем Содышко. Секреты частных коллекций. Прикоснуться к ним теперь могут посетители Центра изобразительного искусства. Здесь открылась выставка мастеров живописи и графики, чьи имена не на слуху. Но произведения эти обладают высокими художественными достоинствами и занимают почетные места в частных коллекциях. Собственно, благодаря частным коллекционерам эти работы и сохранились. Вниманию публике представлено более 60 произведений. Подробнее о выставке в материале Никиты Каргаева. Секреты частных коллекций. Организаторы не случайно выбрали такое название для выставки. Из представленной картины коллекционеров Владимирской области выставка объединила более 40 авторов. Придя на выставку, можно познакомиться с творчеством художников, работы которых не попали в музейные коллекции. В числе экспонатов, пейзажи, жанровые картины, натюрморты, владимирских авторов середины и конца прошлого века. А также современных представителей Владимирской школы живописи. Концепция выставки показать владимирских художников, но не тех известных, о которых все время знает вся страна. Их имена звучали реже, но от этого их качество живописи и художественные достоинства их произведений не уменьшились. На выставке преобладают работы с 60-х годов. Произведения поражают живописной выразительностью и искренностью чувств. Коллекционеры, а их около 10 человек, захотели остаться неизвестными. Отсюда и название выставки. Любители изобразительного искусства пытаются самостоятельно раскрыть секреты частных коллекций, как они их понимают. Некоторые работы очень интересные, графические. Лично мне нравится стилистика и жанровость. Ну, в общем-то, наполнение. Я не очень люблю абстракцию, а более люблю такие классические работы. В общем-то, здесь всех полно. В ближайшее время коллекция картин пополнится, потому что в планах у организаторов привлечь новых коллекционеров. Выставка продлится до конца лета. Никита Каргаев, Евгений Токарев, Шестой канал. Владимирцев угостят вишней на Спасском холме. Полюбившийся горожанам Вишневый Спас пройдет в это воскресенье в новом формате. Вишневые торжества развернутся не в Патриаршем саду, как раньше, а на Спасском холме. Праздник начнется в 11 утра и продолжится до 6 вечера. Вход на него будет бесплатным. Организаторы отмечают, что Вишневый Спас состоится при любой погоде. Да и только Спасским холмом организаторы не ограничатся. Праздник располагается здесь, на Спасском холме и по всей улице Козлов вал. Вот будет несколько входов в праздник, несколько импровизированных ворот со стороны церкви, со стороны Козлова вала пешеходной дорожки и с самого начала от Золотых ворот. На улице Козлов вал можно будет увидеть мастеров с сувенирами ручной работы на вишневую тематику. А на самом Спасском холме пройдут многочисленные мастер-классы и игры, как для взрослых, так и для детей. Не обойдется на вишневом празднике и без концерта, на импровизированной сцене в течение дня будут выступать коллективы с веселой и ненавязчивой программой. Ну и куда же без главного – настоящей Владимирской вишни. Всего во Владимире ее насчитывается пять сортов, четыре из которых можно будет попробовать на празднике. Будут также девушки угощать в таких же костюмах русских. То есть из старины мы взяли этот элемент, на коромыслах они несут решета, завернутые в платки Павлопосадские, да, потом открывают, и там разные сорта вишни. Это беля луха, родители, сайка, левенка. В общем, мы думаем, что гости будут довольны. К победе ползком. В молодежном сквере прошли одни из самых забавных спортивных соревнований, участниками которых стали малыши, едва научившиеся ползать и ходить. За звание самого шустрого на городском чемпионате ползунков боролись больше 20 участников. Постараться пришлось не только малышам, но и родителям. Фишки, которыми мамы с папами зазывают детишек на финишную прямую, уже третий год поражают организаторов и зрителей. Зачем в этот раз участники готовы были проползти шестиметровую дистанцию? Расскажет Оксана Любимова. Быстрее, Тёпай, Тёпай, ползи быстрее! Мечтательные, целеустремленные, забавные и очень милые. Если бы эти малыши знали, что быстро доползти до финиша значит победить и получить подарки, наверняка преодолевали шестиметровую дистанцию гораздо быстрее. Но слово соревнований этим карапузам еще не знакомо, да и на дорожках соперников много чего интересного. Поэтому без родительской изобретательности тут не обойтись. И чего только нет в арсенале мамы-пап конкурсантов. Пульт – это классика жанра. Потом мыльные пузыри мы очень любим. Рыбу, которая поет песню Майкла Джексона. И, к сожалению, мы вылили, у нас был еще тазик с водой, которому Стёпа несся на крыльях любви. Самое сложное было отучить ребенка ходить. Потому что недавно он научился ходить и всегда норовил встать и побежать. Давай, давай, у тебя все еще отлично. Давай, давай, давай. Ключи, быстрее. Чипапин, ключи. Одни едва научились ползать, другие уже делают первые шаги. Но правила для всех одинаковые. Главное – ползком и исключительно по своей дорожке добраться до финиша. Мамы с папами волнуются и переживают, а зрители говорят, что может быть позитивнее искренних детских эмоций. 20 чемпионов сегодня здесь ползают от самых-самых маленьких до 14 месяцев. Вот такие участники. Но, не знаю, только позитивные, только самые веселые и добрые эмоции, которые можно здесь испытать. Конечно, забавно, чем только не заманивают, чем только, как только не бегут наши маленькие ползунки. Но, не знаю, самые, наверное, веселые мероприятия, добрые и настоящие. Алиса Синявская в таких соревнованиях не новичок. На этом чемпионате ползунков она обошла даже самых азартных мальчишек. За игрушкой, взятой родителями на прокат, юная спортсменка проползла дистанцию за 17 секунд. Вообще очень здорово. Очень понравилось. Столько положительных эмоций. Очень хорошо подготовлено. Ребенку тоже понравилось. У нас очень большая группа поддержки, которая нам дала хорошую игрушку, которую Алиса очень любит, но у нас ее нет. И она за ней поползла с удовольствием. Все участники чемпионата ползунков получили дипломы и подарки. А победителям этих забавных соревнований предстоит отправиться в детский магазин за новыми игрушками. Оксана Любимова, Максим Самсонов, 6 канал. Ко мне присоединился глава города Сергей Владимирович. Добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я напоминаю, вы можете задать свой вопрос Сергею Сахарову, позвонив в прямой эфир по телефону 36 66 66. Звоните и спрашивайте. И у нас есть первый звоночек. Нам дозвонился Алексей. Алексей, добрый вечер. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте, Алексей. Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня есть вот такая вот проблема. У нас на проспект строителей дом 2. Наверное, вы знаете об этом. Да, знаю, в пятажном с трехподъездной. Да, торгую спиртом в 6-й квартире. И, ну, алкоголики там уже, как говорится, уже очень-очень слишком. Да, или уже в милицию обращались, уже куда только не обращались. Алексей, чем закончились обращения в полицию? А ничем. Просто-напросто приезжают, протокол вставляют, вот кто покупает там. И все. Спасибо, Алексей. Вопрос понятен, да, Сергей Ильич? Понятно. Такая тема не раз и сюжеты снимали. Алексей, понятно. Меры специального реагирования. Обязательно сегодня свяжемся с начальником ГУВД города Владимира. Окажем помощь первому подъезду второго дома по проспекту строителей. Понятно, что с этим злом надо бороться. Надежда у нас на проводе. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я выхожу в эфир вторично. Первый раз я с вами разговаривала две недели назад. По вопросу контейнера лодка дома Комиссарова 1Б. Да, помню. Мер никаких принято не было, он так и стоит по-прежнему. На расстоянии 12 метров до нашего дома Комиссарова 1А. Поговорите, может быть, его там перенесут. Вы говорили, что это не соответствует техническим условиям, что он должен стоять только на строительной площадке. Да, Надежда, специалисты разобрались, переговорили с мусоровозящей компанией у НР-17. Его в ближайшее время должны перевезти в другое место, переставить. Спасибо, Надежда. Я напоминаю, телефон прямого эфира 366666. Звоните и спрашивайте. Татьяна к нам дозвонилась. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Татьяна. Я бы хотела задать такой вопрос. По поводу Устинова-Бишей. Нам обещали помочь в том, что перекроют двор в Лыбинской магистрали. Так у нас ничего не сдвинулось. Я бы хотела спросить у Сергея Владимировича. Сейчас, секундочку. Татьяна, кто обещал помочь с перекрытием двора? Не понял. С администрации сегодня звонили после того сюжета, когда у нас было... А, понятно. Сюжет был в ТВ-6. Да, сегодня у нас был сюжет перекрыть блоком двор. Понятно. Татьяна, чтобы был прямой контакт, оставьте его, пожалуйста, за студией. Свяжемся завтра и детально разберемся. Валерий Анатольевич у нас на проводе. Валерий Анатольевич, добрый вечер. Спрашивайте. Здравствуйте, Валерий Анатольевич. Валерий Анатольевич. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Вот Горького 89. Алло. Да-да, мы вас слушаем, спрашивайте, пожалуйста. Вот здесь сделали разрыв на Горького. А через нас двор едут машины из Белоконской и из Горького. Горького какой дом? 89. А, 89 дом. Ну, та же проблема, в принципе. 89. Ну да, и проезд к водоканалу через 89 дом. Но там всегда он, собственно, был, проезд через 89 с Горького на Белоконскую. На одностороннюю улицу Белоконского движения. Валерий Анатольевич говорит, разрыв какой-то сделали. По-моему, ничего ГИБДД не меняло в правилах движения с Горького на Белоконскую. Проезд был разрешен. Дополнительно с Валерий Анатольевичем, если успел, оставите координаты, свяжемся, поймем друг друга. Есть вопрос у Ольги. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Вопрос следующий. Это загородный парк Комунар. У нас делают ливневку. Да. И до сих пор как бы не сделали, грязно очень. Все как бы разломали. Что становится? Ольга, значит, этот вопрос мы поднимали ровно неделю назад с нашей муниципалитой. Муниципальной компанией «Владстройзаказчик». Деньги были освоены в 2015 году полностью. Сейчас из экономии средств будем рассматривать во втором полугодии довесок к данной работе. Она должна быть закончена в 2015 году, максимум в 2016. Ливневую канализацию сделали, но соединения со стокоприемниками пока нет. Пока, уважаемые телезрители, к нам дозваниваются. Сергей Владимирович, в среднем где-то за эфир принимаем порядка 10 звонков. 10-12. Какой процент решается сразу, какой процент попозже, какой может не решать? В зависимости от сложности вопросов, бывает, что вопросы и не решаются. Не из-за того, что они не могут быть решены, они по адресу заданным, например. Так примерно процент, около 60-70% обращений реализуется. Нет у нас пока звоночков. Я знаю, на этой неделе депутатский корпус выезжал. На прошлой неделе. На прошлой неделе, да. Депутатский корпус. А, вот Юлия, Юлик там дозвонилась. Юлия, здравствуйте. Юлия, здравствуйте, спрашивайте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Сергей Владимирович, подскажите, вот у меня такой вопрос. Я проживаю на улице Кремлевской, дом 5. В следующем году дом будет 100 лет. Но он, конечно, в аварийном, в общем-то, состоянии. И хотелось бы, вот раз я дозвонилась напрямую, уже спросить, что его ждет, какая судьба. То есть, расстеление или капитальный ремонт. Юлия, пока вы в эфире, вы не знаете степень износа дома? Управляющая компания, либо старший по дому не сообщали? К сожалению, ничего этого не знаю, но знаю, что, конечно, уже все там изношено. В общем-то, с одной стороны дома стоит очень такая железная подпорка, которая подпирает дом. В общем, его уже повело, и трещины большие. Ну, по месту нахождения и по вашему описанию, скорее всего, дом пока не признан ветхим аварийным, непригодным для проживания, но его изношенность наверняка уже близка к 70, а то и к 80%. В таких случаях, еще раз для жителей, для вас, Юлия, скажу, что если степень износа дома подходит к 70%, он уже капитально не ремонтируется, а ставится на очередность сноса и его возобновления на этом месте. То, что касается Кремлевской 5, телефончик оставите, и мы вам ответим завтра. Это несложная задача. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что провели это время с нами, и до встречи на Реншестном канале. Всего доброго, еще 20 минут с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин